Приветствую тебя, дорогой студент! Ты смотришь Универ Ньюз. Специально для тебя мы собрали самые свежие новости студенчества. В Иннополисе состоялся российский венчурный форум. Проекты Казанского федерального университета приняли участие в экспозиции. Мэр Риги в гостях у студентов. Мэр Рижской республики ответил на вопросы студентов Казанского федерального. В рамках конференции состоялся телемост Казань-Москва-Ростов-на-Дону. 27 апреля в Иннополисе прошел российский венчурный форум. Традиционная казанская ярмарка инноваций в этом году впервые приобрела федеральный масштаб. Казанский федеральный университет представил гостям проекта инженерного университета. Казанский федеральный университет Под гостям были представлены проекты инженерного института. Сегодня презентовали два проекта. Первый проект это робот Рома, так называемый робот антромоморфный, который предназначен для обучения школьников. Второй проект у нас связан с аддитивными технологиями. Была изготовлена реальная боевая прессформа, которая рабочая для казанского мотора производственного объединения. Во время презентации стенда ректор КФУ подчеркнул высокий приоритет присвоенный в политике университета, развитию инноваций. И то, что университет делает все для того, чтобы выпускники смогли хорошо устроить свою жизнь. Существует одна стратегия, чтобы наши выпускники хорошо устраивали свои жизни. И после того, как завершат обучение в Казанском федеральном университете, достаточно легко могли либо найти работу, либо создать для себя высокотехнологические рабочие места. Как раз на это же нацелено и сегодняшний форум, где мы выставляемся, показываем то, что мы можем делать и ищем здесь себе партнеров в лице крупных работодателей. Андрей Фурсенко отметил, что регионы и сами вузы должны делать все для повышения качества образования. В сегодняшнем мире закончить образование в целом невозможно. Человек должен понимать, что учиться он будет всю жизнь. И, наверное, для того, чтобы это происходило, надо получить, что это вообще интересно и что это доставляет удовольствие. Человек должен получать удовольствие от образования. Но все же основной темой стало развитие технологий повышения региональной конкурентоспособности в сфере инноваций. Такой подход позволяет связать научную и проектную деятельность университета с потребностями региональной экономики и создает условия для успешной реализации приоритетного проекта. Вузы как центры пространства создания инноваций. Вузы, они должны перестроиться. Если они будут, как высшая школа, то есть те лексии, которые там у профессора есть, они будут ее слушать и будут работать над своими предпринимательскими качествами, над научными какими-то разработками, лабораторией там. Значит, конечно, вот этого нам не хватает. На участие в российском венчурном форуме и в программе акселерации подали заявки 444 команды из России и еще 11 стран мира. Диана Шилова, Ленардо Влесьяров, Универ Ньюс. Какова ситуация с мигрантами в Латвии? Почему фестиваль «Новая волна» переехал из Юрмалы в Сочи? Как проведут предстоящие выборы в Риге? На эти и многие другие волнующие вопросы ответил студентам мэр Рижской республики лично. Смотрим. В целях поддержать сотрудничество мэр Риги посетил Казанский федеральный университет. И первым делом, что он сделал, выступил с публичной лекцией перед студентами. С неподдельным энтузиазмом гость рассказывал о работе и жизни в Риге. В 2005 году я ушел в журналистическом федерации, после того, что я задавляю нас, не трансформировався на знаниях, сейчас это называется, с одноклассниками, согласен. Последний день у нас уже получается много. А далее, сразу после встречи со студентами, председатель Рижской думы встретился с представителями других казанских университетов. Нилу Ушакову предложили организовать встречу профессорско-преподавательского состава вузов Татарстана и Латвии, а также продумать возможность проведения фестиваля науки, культуры и спорта среди студентов. Председатель Рижской думы пообещал содействовать научным связям Риги и Казани. Аделя Шемилова, Владислав Михневский, Универньюс. Россия поэтапно переходит на цифровое эфирное телевидение. Татарстан в лидерах процесса. В республике уже завершено строительство сети цифрового эфирного телевещания. Это позволяет более 3 миллионам татарстанцев бесплатно принимать цифровое телевидение. Какие вопросы обсудили специалисты со студентами на повестке дня, расскажет наш корреспондент Елизавета Евтефеева. На сегодняшний день остро поднят вопрос о выживании регионального телевидения. Как выжить в эпоху карающего меча мультиплекса? Об этом побеседовали студенты и специалисты медиасферы в рамках научно-практической дискуссии в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Сейчас региональное телевидение уходит от аналогового. И в деревнях принимать сигнал не смогут, но решение есть всегда. И об одном из них озвучил почетный гость Ильша Томинов, генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан. Новый век». Готовится программа по продвижению сигналов республики до каждой деревни по кабелю. То есть даже в отдаленной точке республики смогут смотреть телевидение, как и в городских домах. Мы понимаем, что нужно будет кабелем доходить до каждой деревни. Мы понимаем, что мы в другом пространстве начинаем работать. Это другой контент и так далее, и так далее. Эта программа есть. Три кальца уже построены. Осталось последнюю мере построить. Но и на этом Татарстан не собирается останавливаться. Наряду с этим новшеством Ильша Томинов рассказал о принятии решения создания регионального телеизмерения. Сейчас мы будем готовить абсолютно независимые под маркой Татмеди, естественно. Региональная система телеизмерений, которая будет подразумевать минимум тысячу, а лучше всего две тысячи респондентов, которые будут участвовать в региональной системе телеизмерений. То есть они будут замеряться и к телесмотрению во всех средах. Которые только есть кабель, эфирный и так далее, и так далее. То есть на каждом телевизоре опять же. Отвечая на главный вопрос, умрет ли региональное телевидение, слушатели получили ответ «нет». Ведь главное – производить такой контент, который востребован. В рамках международной научно-практической конференции современной телевидением междунациональным и глобальным состоялся телемост «Казань-Москва-Ростов-на-Дону». Все подробности смотрите далее. В высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального состоялся телемост «Казань-Москва-Ростов-на-Дону» под лозунгом «На встречу друг другу». Он показал о серьезных возможностях студенческих медиа-центров. На связь вышли члены моста, коллеги из высшей школы экономики, Донского государственного технического университета и Московского государственного университета. Мы всегда рады сотрудничать с коллегами из регионов и особенно с вами. Они рассказали о проектах и планах на будущее и презентовали свои медиа-центры. Создана система, при которой кроме студенческой активности есть возможность подключаться к профессиональным проектам, которые работают на базе медиапарка. И, в общем-то, вся эта история создана как площадка для развития студентов. Представить медиа-центр Казанского федерального университета выпала возможность руководителю университетского медиахолдинга «Универ-ТВ» Ильдару Каримову. Мы первые пока университетское телевидение, которое вещает круглосуточно. Это именно университетское, это не частный канал, а именно созданный университетом. И, конечно же, у нас есть свое интернет-радио «ЮФМ». У нас два канала, на самом деле, один корпоративный, а другой – «Универ-ТВ», который выходит и в эфире, и выходит в кабеле. О своих впечатлениях рассказал исполнительный директор Международной ассоциации студенческого телевидения Владимир Косинчук. Я проехался по всей стране и видел очень многие медиа-центры, разговаривал с руководителями и знаю практически всю базу техническую и творческую, которая существует на данный момент в вузах. Я уже говорил и повторюсь, у вас очень хорошая база, очень хороший коллектив. Он также ознакомил коллег и зрителей с планами на будущее и рассказал, к чему может привести взаимодействие с Международной ассоциацией студенческого телевидения. Я действительно думаю, что это хорошее дело для нашей молодежи, для нашей страны в целом, чтобы создать общее информационное пространство и чтобы работать с ним. Создание каворкинг-центра в Москве центрального, который будет обеспечить информационную поддержку всем медиа-коллективам, не только факультетов журналистики, но и всех, кто будет заинтересован в медиапродвижении, а также создание блогерской сети. Все это, конечно, задачи, которые стоят перед нами с вами в будущем. После телемоста в рамках конференции состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и Международной ассоциацией студенческого телевидения МАСК. Вы также будете принимать активное участие в работе каворкинг-центра в Москве, как и любой опорный вуз, где будет создано представительство МАСК. Мы планируем создать таких представительств около 20 по количеству опорных вузов, чтобы в каждом регионе МАСК был заявлен одним из вузов. Анна Глазунова, Универ Ньюс. Пока это все новости на сегодня. С вами была Анастасия Иванова. До скорых встреч.